Более 9 столетий прошло с тех пор, как был основан Брест. Начиналось все с небольшого поселения из древесных срубов. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой и многотысячным населением, всем сердцем любящим свой общий дом. Красивый, аккуратный, чистый, ухоженный. В общем, замечательный городок, особенно, как я, знаете, еще сам с Гомельской области. Мне, допустим, здесь очень нравится. Все районы красивые, особенно наш Восток. Посмотрите, какая церковь, какая красота везде. Советская улица тоже красиво сделали. ДК профсоюзов, тоже парк воинов-интернационалистов, тоже очень красивый. На Гоголя красиво стали делать. Очень много, ну, вообще замечательно. Мы живем на Востоке, парк воинов-интернационалистов. Много новостроек, много различных памятников. Мы можем посоревноваться с другими известными городами. Я просто люблю город. Можно быть уверенным, что каждый брещанин найдет повод признаться в любви родному городу, гордиться им. У него много достоинств и много путей для совершенствования. Побольше школ и садиков для детей. Вот этого нас не хватает. Сделать наш парк 1 мая больше, чтобы там было больше каруселей, аттракционов. На Вульке мест для отдыха с детьми не хватает. Куда пойти отдохнуть с детьми? Кафешек не хватает, например. По-моему, у нас есть все. Может быть, больше каких-то мероприятий именно на улице, чтобы проводилось активных каких-то, связанных со здоровым образом жизни, каких-нибудь спортивных мероприятий, таких активных очень. Чтобы американские горки были для всех, детские и взрослые. Ну, чтобы классный парк был. И все детям было бесплатно. Как хорошо, что мы сегодня имеем возможность жить, любить, творить. Наслаждаться настоящим и с уверенностью смотреть в будущее. Но была бы у нас такая возможность, если бы не одержали наши отцы и деды великую победу над фашистскими захватчиками в 45-м. Мог бы наш город быть таким цветущим и красивым, если бы советские воины-освободители не очистили его от коричневой чумы? Нет. Именно потому 28 июля, день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, тесно связан с днем рождения нашего города. Именно потому каждый год празднование начинается с возложения венков к памятным местам и минуты молчания. Минута молчания. Освобождение нашего города стало особой страницей в истории Великой Отечественной войны. Ведь именно Брест первым принял вражеский удар гитлеровских войск. Здесь и закончилась для нас война. Как много жизней было отдано во имя свободы и независимости. И как мало осталось с нами тех, кто выстоял в огне победных сражений и восстанавливал нашу страну и наш город. Сегодня нам дорога каждая минута их жизни. Я свою Беларусь ценю, потому что это самая прекрасная республика, самая прекрасная и Брест, которую я кругом Брест восстанавливал. Что вы лучше сделаете, чтобы он прекрасней. Много здесь надо реконструировать, все. Вы должны это все после нашего поколения, чтобы вы гордились и ваши дети, чтобы гордились этим Брестом. Особые слова благодарности нашим ветеранам. Всего у нас в городе осталось 400 человек, наших ветеранов Великой Отечественной войны. Беречь надо нам каждого, потому что они наша история, они наш фундамент тех преобразований, которые мы должны продолжать в нашем городе. Заслугу нашего народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками отметили и многочисленные гости Бреста, которые приехали поздравить город, его жителей и руководство с 996-м днем рождения. В первую очередь мы что смогли от своего сердца сделать, и это наша обязанность была пойти поклониться тем людям, которые в своей жизни положили здесь, в Бресте. Это были все, и белорусы, и грузины, и русские. Все, 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 все люди, которые здесь сражались и защищали этот город. В первую очередь это белорусы и все. Брест – город очень чистый, красивый, культурные люди. Они очень гордятся своим городом. А я очень рад бывать в Бресте и вижу, как он развивается и растет. Я преклоняюсь перед героизм брещан, перед детьми этого города, которые потеряли свои жизни ради освобождения. И мы, европейцы, это очень ценит. Еще раз поклон вам и вашему населению. И я буду рад снова и снова возвращаться в этот город. Ваши люди и наши очень добрые. Мы открыты для сотрудничества и надеемся на дальнейшее развитие связи. На празднование Дня города приехали делегации из восьми стран – Россия, Украина, Грузия, Польша, Чехия, Латвия, Литвы, Франции. Все они не только выразили восхищение городом над Богом, его жителями, а и искренне пожелали продолжить дружеские деловые отношения во всех сферах. Здорово иметь много друзей, здорово с этими друзьями взаимодействовать экономически по каким-то социальным проектам и так далее. И мне приятно в данной ситуации сказать, что наши партнерские отношения – это не просто декларация, это уже реальные экономические и социальные проекты. Эта дружеская и партнерская встреча наверняка останется в памяти каждого ее участника. И не только благодаря коллективной фотографии, а и масштабным праздничным мероприятиям. Начались они у памятника тысячелетию Бреста с торжественного открытия Дня города. Это не случайно и даже символично, ведь совсем скоро областной центр будет отмечать юбилейную дату. Наш город развивается. Несмотря ни на что, наш город строится. Вы видите, что мы продолжаем наше дорожное строительство. Мы активно благоустроиваем въезд в наш город, занимаемся текущим ремонтом наших домов. И то, что гости отмечают, что наш город уже идеален. Конечно, для нас это еще не так. Мы прекрасно видим свои проблемы. И день города, праздник города. Еще одно основание, еще один повод, как можно решить больше проблем. Чтобы к следующему празднику города, к следующим каким-то датам, а уж тем более к тысячелетию, наш город был по-настоящему идеальным, комфортным, европейским, цивилизованным городом. И сообщаем, мы непременно решим все задачи. К тому же для этого есть главный ресурс – наши брещане. Философ греческий сказал тысячи лет назад, что город – это не стены, город – это не здания, город – это прежде всего люди. Я считаю, что наши брещане, наши брестейцы – это люди, имеющие хватку, имеющие желание жить лучше, о чем говорят темпы жилищного, индивидуального строительства. Это люди, которые хотят зарабатывать, люди, которые хотят жить по высоким меркам комфорта жизни и так далее. Задача власти, конечно, помогать этим людям в поддержке их каких-то социальных и экономических инициатив. Наши горожане могут и умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. И в этом власть поддерживает их не меньше. 996-й день рождения организаторы постарались сделать незабываемым с помощью новых идей и творческих задумок. А началось все с улицы Советской. Помимо торжественного открытия, здесь выступали лучшие брестские гостевые коллективы художественной самодеятельности. Проводились развлекательные программы для детей, а более искушенные зрители могли видеть постановки участников международного фестиваля уличных театров. Хорошим дополнением к культурным мероприятиям стала выездная торговля, достойно представившая отечественную продукцию. Оценить ее качество смогли и гости праздника. Они не упустили возможность прогуляться по лучшей улице Бреста, чтобы больше узнать о нашем городе и его жителях. В день рождения Брест, культурную столицу Беларуси, посетил и министр культуры Борис Светлов. Я удивлюсь и настрою тех, кто тут живет, тех гостей, которые сюда приезжают. Ну и, конечно, то, что делается каждый день, каждый день, каждый месяц, потому что это очень большая разница, то, что было в начале этого года, сейчас, и то, что будет нажать при закрытии, при передаче уже эстафеты культурной столицы Беларуси на конец этого года. Для наших же Брещан родной город всегда будет культурной столицей и просто лучшим местом на земле, где главная ценность – мирная жизнь. Я считаю, что наш город вне конкуренции, и мы очень рады видеть здесь и гостей. И я думаю, что нам есть что показать, есть что рассказать и в плане культуры, и в плане традиций, и в плане искусства. Столько всего замечательного, невероятного, что даже мы, живя в этом городе, идем по замечательной нашей улице Советской и на каждом квадратном метре не перестаем удивляться. Я только что выступила перед нашей Брестской публикой, перед нашими людьми. И хочу сказать, что это всегда очень восхитительно, какое-то новое ощущение, вселяет одни улыбки и взгляды вот этих людей, которые смотрят на тебя. И петь для этих людей, потом хочется писать новые какие-то песни, делать что-то новое. И поэтому я очень люблю наш город, и с праздником Бреста! Большим праздничным подарком для жителей Бреста стал впервые состоявшийся в городе над Бугом карнавал. Артисты, работники предприятий и организаций и просто все желающие в оригинальных образах, эксклюзивных нарядах, костюмах сказочных героев прошлись по улице Машерова, как можно интереснее, представив себя зрителям. Не менее удивительным и грандиозным был вечерний концерт с участием белорусских и зарубежных звезд эстрады. Но о мероприятии на Грибном канале буквально захлестнуло волной праздничной энергии молодежь Бреста. Можно смело сказать, что в этом году праздник города был особенным и состоялся на все 100%. И главное свидетельство тому – счастливые лица горожан. Ведь все это для них и ради них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин